Я приветствую всех, кто присоединился к нам в этой трансляции, приветствую всех телезрителей канала ТБН. Слава Богу за это время. Я думаю, дорогие, что вы правильно оцениваете то время, в которое мы живем, в удивительное время. Удивительное время. Да, мы собираемся в онлайн-режиме, но мы можем открыто собраться таким образом и прославлять нашего Бога. Это удивительное время. И я уверен, что в Божьих планах было это время, потому что Он творит историю. Бог творит историю. Независимо от того, как нравится нам или не нравится, Он один Бог. Он один Господь. Нет больше ни одного Бога, как бы Он ни назывался, который бы мог рулить на этой земле, который мог бы чем-то управлять, что-то определять, чему быть, чему не быть. Бог, Владыка неба и земли. Он имеет абсолютную власть. Он имеет совершенную власть. И по Его воле пишется эта удивительная история человечества. Я признаю то, что многим людям не нравится, как Он это делает. Люди бунтуют. Им не нравится то, что происходит. Они считают это несправедливым. Только человеческая история доказывает то, что мы все безнадежно испорчены грехами. И что Бог все-таки будет прав, а не человек. Как бы мы не предъявляли Богу свои претензии, как бы мы не обижались, как бы мы не обвиняли Его, Он никогда не изменится. Он есть Тот, Кто Он есть. Бог сущий. Он есть Тот, Кто Он есть. И однажды пророк Иаиль, Бог через него обратился к людям и говорит. Пророк Иаиль, 3 глава, 4 стих. И что вы мне, Тир, Исидон и все округи филистимские, можете добавить и новосибирские, и московские, и африканские, и английские, и американские, какие хотите. Хотите ли вы воздать мне возмездие? Хотите ли вы воздать мне, говорит Господь. Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши. Да, мир бунтует против Бога и считает несправедливым то, что с ними происходит. Они грешат, они бросают вызов Богу, они бунтуют всей своей жизнью против Бога, но при этом считают несправедливыми. Почему в моей жизни так происходит? И я думаю, этот разговор может быть бесконечным просто. Если с каждым человеком говорить, то почти каждый, наверное, будет объяснять, почему несправедливо то, что с ним происходит. Люди сравнивают себя с другими людьми и говорят, почему там другой человек живет в больших грехах, но меня постигла такая беда. Конечно, невозможно все это оговорить, невозможно все объяснить и переспорить. Но Бог творит историю. И в конце этой истории будет всем однозначно очевидно, что Он прав, а человек не прав. Только подумайте, чем заканчивается история грешного человечества? Это показывает нам книга Откровения. Послушайте, придет Антихрист в виде человека и обольстит всех людей, от малого и до великого. Его предвыборная кампания будет сопровождаться демонстрациям силы и власти, каких еще ни у кого не видели. Этот мир собственноручно посадит его на престоле и сделает его правителем всей земли. Дальше после этого, люди поставят его, после того, как люди поставят его царем, следующие три с половиной года он будет удивлять всех чудесами, будет впечатлять всех безграничными возможностями. Но через три с половиной года он потребует, чтобы все от малого до великого поклонились ему и признали его как Бога. И вот здесь начнется несладкая жизнь. Последующие три с половиной года после предыдущих, они будут удивительно жестокими. Земля наполнится кровопролитиями, воинами. Последние, последующие три с половиной года будут сопровождаться разными пандемиями, землетрясениями, голодом, войнами, ненавистью друг к другу. И все окажутся в ловушке того, кого они поставили своим господином над всей землей. После этого, слава Богу, что эти времена обозначены Господом и определены пределы этим временам. После того, когда будет эти три с половиной года обмана, потом три с половиной года этих войн, землетрясений и голода, и того, если пройдет семь лет, придет наш Господь Иисус Христос. И он свяжет дьявола, и он бросит его в темницу. И после этого начнется тысячелетнее царство самого Господа Иисуса Христа. Это будет время, какого никогда, наверное, на земле не было. Я постараюсь изучить, внимательно смотреть разные места Писания, которые говорят об этом времени. Если я правильно понимаю, то первое время, несколько лет просто, не нужно будет никакого топлива, потому что Иисус сделает таким образом, что все накопленное вооружение, все эти военные мощности, они будут использоваться для того, чтобы обогревать всю землю, отапливать в холодное время всю землю, всех живущих. Не нужно будет дополнительных ресурсов. Просто Бог использует все, как надо. Он наведет порядок. На этой земле будет благословение настоящее. Здесь будет царствовать любовь. Здесь будет настоящая справедливость. Дорогие, только подумайте. В течение тысячи лет сам Бог будет управлять этой землей. Через тысячу лет никто уже не помнит дьявола. Никто уже даже не помнит, как это жить, когда искушение есть, когда вот эта провокация дьявольская есть, когда зло на этой земле пытается разрушить человечество. Никто уже этого даже не помнит. Множество поколений уже сменилось одно за другим. На земле настоящий мир. На земле настоящее благословение. Никто не испытывает какой-то нужды, проблемы. Никто не боится, не знает, что такое страх. Если вы будете изучать эти местописания, то увидите, что пророчества говорят, что в это время люди не будут даже закрывать двери на свои замки. Потому что некого будет бояться. Потому что на земле будет царствовать Господь Иисус. Что же произойдет после этого тысячелетия удивительного? А произойдет вот что. Иисус отпустит на свободу дьявола. И как вы думаете, что будет? Люди отвергнут дьявола и скажут, все, ты нам не нужен, у нас теперь все есть, у нас все хорошо на этой земле, поэтому ты нам не нужен, убирайся отсюда, мы не поклонимся тебе. Как бы не так. Пройдет короткое время, дьявол предложит им что-то свое. И Библия говорит, что все народы соберутся вместе и пойдут войной на Иерусалим. Откуда, по всей видимости, Иисус Христос будет управлять последние тысячи лет всей землей. И они восстанут против святого, они восстанут против этого правительства Божьего и пойдут войной. Я, когда размышляю об этом, понимаю, что проблема человечества не в том, что чего-то не хватает. Проблема грешных людей не в том, что кто-то их сильно испугал. Не в том, что они оказались в каких-то условиях. Как сегодня люди говорят, как можно не грешить вообще? Здесь кругом, если не соврешь, не проживешь, как вообще можно в этом мире жить и не грешить? Проблема не в том, что невозможно не грешить. Проблема не в том, что не хватает каких-то условий, чтобы не грешить. История показывает в книге Откровения, что проблема в том, что люди больше возлюбили грех, чем Бога. Вот в чем настоящая проблема. Не из нужды, а из любви. Они больше полюбили грех. Они больше полюбили эту грязь, чем святого Бога. И это будет очевидно. Для всех это будет очевидно. Это будет последнее проявление истины на этой земле. Демонстративно для всех. Никто не сможет после этого сказать, что ну вот мы так вынуждены были грешить. Все будет ясно и понятно. А теперь послушайте, что Бог говорит. Исайя, 45 глава, с 5 стиха. Я Господь, говорит Бог, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это. И теология многих верующих здесь просто рушится. Потому что здесь нет на разделение добро и зло. Потому что Бог есть сущий. Он есть тот, кто Он есть. И я не смогу вам объяснить Бога. Я не смогу вам описать Бога. Я не хочу объяснять вам Бога. Я хочу проповедовать Бога сущего. Такого, какой Он есть на самом деле. Точно так же, как однажды Моисей, не понимая, спросил у Бога, «Как имя Тебе? Как Тебя представить, Господи, когда я приду к Своему народу и буду говорить им, проповедовать, от кого я скажу, что пришел?» И Бог ему сказал, скажи, сущий послал тебя. Бог, который есть тот, кто Он есть. И Его невозможно объяснить. И Его невозможно понять умом. Но тот, кто захочет Его знать, тот получит милость от Него, прощение, спасение. И по-настоящему поймет, как на самом деле Он сильно любит каждого человека. Но нет такого имени, которым можно было бы описать Бога. Мы знаем, конечно, вы скажете, Бог есть любовь. Ну, конечно, наверное, это то, чем лучше всего можно описать Бога. Бог есть любовь. Но, друзья мои, если мы будем говорить, что Бог есть только любовь, то это будет очень неполноценная проповедь. Это будет очень несбалансированная проповедь. И я вам скажу, знаете, в древнегреческой мифологии любовь, Бог любви – это Эрос. А в древнеримской мифологии Бог любви – это Амур, Купидон. Знаете, да, такой мальчик со стрелами, который стреляет, попадает в сердце, и все, и там чувства зажигаются. Такие шаловливые такие мальчики. Вот они представляют любовь, они представляют Бога любви на этой земле. И люди именно так и понимают, что это особенно какое-то чувство, которое их просто завораживает, ведет, заставляет делать какие-то безумные поступки, и при этом все так хорошо у них, и на сердце бывает больно, но все равно хорошо. Вот это понимание Бога любви. Поэтому, когда мы проповедуем только как Бог есть любовь, у каждого человека свое понимание об этом. Они по-своему как-то все это объясняют. Но послушайте, друзья, когда я читаю проповедь за проповедью, который Дух Святой оставил нам на страницах Святого Писания в книге Деяний апостолов, то я не нахожу, чтобы апостолы начинали с таких слов. Бог так любит тебя сильно. Я вам хочу несколько процитировать несколько мест Писаний, которые говорят об этом. Вот первая проповедь апостола Петра. Дух Святой сошел на них только что. Сложно представить, что они были там под воздействием плоти, или гнева, или раздражения. Дух Святой сошел на них. Впервые. Это было просто потрясающе. Они вышли, они начали говорить, а люди стали смеяться над ними. И говорят, вы пьяные, по всей видимости, напились, поэтому вам хорошо видать. Петр встал вместе с апостолами и говорит, они не пьяные, как вы думаете. И он начинает им говорить. И говорит, мужи израильские, послушайте слова, которые я вам скажу. Бог послал Иисуса Христа на эту землю. Вот его проповедь. Всего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных и убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Он продолжает проповедовать. Как вам нравятся такие слова? Послушайте, ребята, вы убили Иисуса Христа, Господина Жизни. Он проповедует дальше и говорит, подводя итог своей проповеди. Первый. Итак, твердо знай, дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они в оригинале написано, пронзены были этим словом прямо в сердца. Они были пронзены словом в сердца и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. Знаете, дорогие, когда звучит честная проповедь, которая так необходима этому миру, то они обличаются Духом Святым. Они понимают, что в каком отвратительном положении они оказались по отношению к Богу. Они понимают, разве этот мир не должен сегодня понять, что грехи человечества привели Иисуса Христа на крест. Разве они не должны прозреть в этом? И когда они прозревают, у них появляется вопрос, что же нам делать? Оказывается, мы всю свою жизнь отвергали хозяина жизни. У них появляется вопрос, на который мы сможем потом дать ответ, утешить их и сказать, что Бог любит тебя. И Он сделал все, чтобы дать тебе ответ и спасти тебя. Но когда мы проповедуем неполноценную проповедь, говоря о том, что только Бог любит тебя, ты такой классный, такой хороший, только приди, пожалуйста, в церковь, ведь мы тебе подарки подарим. Но мне кажется, это реклама Деда Мороза, а не Бога Сущего, который есть такой, какой Он есть. И в таком случае они объясняют нам, как надо любить, как можно христианину обращаться с ними, а как нельзя. Как христианин должен себя вести, а как не должен. Они начинают объяснять нам, что делать, они вопросы задают, что нам делать, чтобы спастись. Хорошо, следующая проповедь. Следующая проповедь, и она состоялась после того, когда Петр с Иоанном шли, увидели хромого человека, ему было 40 лет, более 40 лет. Он от чрева матери своей не мог ходить, он сидел постоянно попрошайничал, и вот они исцеляют его, люди в восторге. Люди смотрят на них, не отходят от них, толпа окружила, потому что видят, что этот хромой скачет, хвалит Бога, говорит о великих делах Божьих. И вот люди собрались большим количеством, и Петр с Иоанном начинают проповедовать. Это вторая проповедь, которую мы видим на страницах книги «Деяния апостолов». И он говорит, «Бог Авраам и Исаак и так далее прославил сына своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись, и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы все свидетели. Следующая проповедь, следующая глава, это была третья глава, вторая сначала, потом третья. Дальше. Апостолы перед Синедрионом. После того, когда все это чудо произошло, не все возрадовались, не все были пронизены Словом Божьим в сердца. Кто-то, наоборот, ожесточился. Они возненавидели этих апостолов, потому что апостолы говорили правду. Они потащили их в Синедрион. И что же вы думаете? Апостолы начинают проповедовать перед этими первосвященниками и старейшинами. Что же они говорят? Они говорят, ребята, если от нас сегодня требуют отчета за то, как исцелился этот человек, то послушайте как. То да будет вам известно, это 4 глава, 10 стих. Да будет вам известно и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Я не буду дальше брать много времени. Я могу вам просто сказать, что следующее местописание вы можете посмотреть в Деяниях в 5 главе, с 29 по 32 стих. Следующее местописание вы можете посмотреть в Деяниях в 7 главе, с 51 по 53 стих. Это речь Стефана. Следующее, вы можете увидеть Деяния 9 главу, с 4 по 5 стих. И на этом, мне кажется, стоит немножко остановиться, потому что там проповедь не просто апостолов, хотя нельзя сказать просто, да, потому что апостолы были вводимы Духом Святым, но там все-таки проповедь самого Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, Бога, Который есть любовь. И вот он встречается с человеком по имени Саввл. Саввл был гонителем церкви. Он был наполнен злобой, он ненавидел христиан. Он взял письма от первосвященников, чтобы пойти и гнать христиан в городе Дамаск. И вот он шел с этим намерением, и вдруг он встречается с Иисусом Христом. И вот я не вижу, чтобы Иисус обратился к Саввлу и сказал, «Саввл, Саввл, Бог так любит тебя! Ну что же ты, Саввл, ну уже прекращай гнать церковь!» Когда Иисус обратился к Саввлу, Саввл упал. Невероятное присутствие Божье было выражено в этом ярком свете, от которого он ослеп. И услышал голос, «Саввл, Саввл, что ты гонишь меня?» Деяние 9 глава 4 и 5 стих. «Саввл, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Саввл, Саввл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». А потом, знаете ли, он, Господь, в смысле, обратился к одному из своих учеников по имени Анания. И он сказал, «Анания, там Саввл есть такой, он сейчас молится, пойди, возложи на него руки, чтобы он прозрел». Потому что, и дальше продолжает там Господь и говорит, «И я покажу ему, сколько ему надлежит пострадать за имя Мое». Знаете, что после этого? После этого все так произошло. Бог ему сказал все, что нужно было сказать. И после этого Саввл превращается в апостола Павла, который написал большую часть книг Нового Завета. Это был самый яркий последователь Иисуса Христа. Что? Странная Евангелие. Когда Иисус говорит, что, обличает, что ты гонишь меня, что ты Бога противник. Когда он говорит, что я тебе сейчас расскажу, сколько теперь тебе нужно пострадать за меня. Когда все это Саввл слышит, мне кажется, логично было бы убежать вообще от такого Бога. Потому что тут не пахнет никакой любовью. Но почему-то вместо этого Саввл посвящает всю свою жизнь безраздельно. И поклоняется Богу всю свою жизнь, являясь одним из самых верных его последователей. Я вам скажу почему, дорогие. Я скажу, что настоящий Бог проявляется в честной, правдивой, в нелицемерной настоящей проповеди. Где есть место правде, где есть место милости. И одно, и другое вместе сочетаются в Боге. Это невозможно разделить. Если человек слышит эту правдивую проповедь, он в этой настоящей проповеди будет чувствовать настоящую любовь Божью. И настоящий выход, который Бог показывает. Но душевная проповедь, которая говорит только о том, что Бог любит и не показывает другую сторону Бога. Она просто льстит слуху, но не дает ничего. Она не дает никакого выхода. Она не дает никакого прощения. Она не дает никакой силы. Поэтому она становится пресная. Она становится вроде льстит слуху, но неинтересная. Но безжизненная, бессильная. Нам нужна проповедь о Боге Сущем. Бог призывает нас сегодня, во-первых, признать господство Бога Сущего. Бога не как Дед Мороза, который приносит подарки, независимо ни от чего в определенное время года. Но Бога Сущего, перед Которым преклонится небо и земля, перед Которым каждый из нас даст отчет за свою жизнь. Бога Сущего, Который так возлюбил каждого из нас, что отдал Сына Своего за наши грехи и доказывает нам свою любовь. Дорогие, я хочу сказать сегодня о том, что нам надо видеть правильно Бога. И только тогда мы можем правильно послужить этому миру. 1 Петра, 4 глава, 17 стих. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Да, на самом деле. От этого мы можем чувствовать себя слабыми. Потому что сегодня время благоприятное для этого мира. Время спасения. Время, когда можно просто вот так проповедовать, когда можно вот так открыто в онлайн режиме собраться. Когда можно открыто говорить об Иисусе Христе, и каждый, кто поверит в Иисуса, спасется. Время благоприятное. Но для церкви это время означается как время, с которого начинается суд. И суд начинается, написано, с Дома Божьего. Поэтому мы можем чувствовать себя слабыми в данное время. Ну, конечно, Бог имеет дело с нами. Бог имеет дело с каждым, кто уверовал в Него. Бог совершает грандиозную, невероятную работу с нашими сердцами, чтобы очистить нас, чтобы изменить нас, чтобы подготовить нас. Поэтому мы можем чувствовать себя достаточно слабыми по сравнению с этим миром. Мир предоставлен как будто сам себе, делают все, что хотят. А мы постоянно даем отчет перед Богом, а мы смиряемся, а мы себя дисциплинируем, а мы очищаемся, мы постимся, молимся. И можем чувствовать себя немного слабыми, дорогие. Но придет время, и оно очень сильно уже приблизилось. Когда в результате мы станем сильными. Я думаю, что об этом говорит апостол Иаков в первой главе во втором стихе. С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это цель и задача Бога. В это время, это время уже растянулось больше, чем на две тысячи лет, когда Бог созидает свою церковь, когда Бог готовит свой народ к последнему времени. И вот цель, она обозначена в послании к Ефесянам, в четвертой главе, в тринадцатом стихе апостол Павел говорит, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в меру полного возраста Христова». И тогда церковь станет сильной. Церковь, которая познает безначального. Церковь, которая будет идти за Господом не ради земных каких-то благ, а ради Его самого, чтобы познать Его, потому что ей будет открыто, кто Он есть сущий. Бог, перед Которым каждый человек однажды даст отчет, наш Творец и наш Спаситель. Потому что Он будет судить каждого человека, и перед Ним каждый человек будет отвечать. Приближается время судов Божьих над этим миром. И вы только подумайте, если нам сегодня трудно бывает, нам, которые знают уже Бога, которые уже имеют отношение с Ним, и все-таки то там, то там слышится ропот, недовольство. Господи, почему это в моей жизни? Господи, почему Ты допустил это в мою судьбу? Господи, мне больно, мне плохо. И мы тоже начинаем роптать, а кто-то даже откровенно бунтовать. Если мы, знающие Бога, имеющие в своих сердцах Святого Духа, бывает так туго понимаем, то что говорить о тех людях, которые совершенно не знают Бога? Как они будут видеть все происходящее, то, что будет происходить с ними, когда начнется это время судов? Как они могут вместись, как они могут все распознать, что происходит, и не взбунтоваться, и поверить в Иисуса Христа? Я верю, что для этого Бог готовит свою церковь. Во-первых, которые люди, которые сами будут знать безначального. Это будет взрослая церковь, церковь последнего времени, которая будет знать безначального, которая будет особенным образом направляться Святым Духом. Знаете, я думаю, что об этом времени пророчествовал пророк Даниил в 11 главе и сказал, поступающих нечестиво против завета Антихрист привлечет к себе лестью, но люди, чтущие Бога своего, усилятся и будут действовать. Я думаю, что апостол Иаков тоже об этом времени говорил пророчески, когда в 5 главе 7 стихе мы читаем. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Я обратил внимание, посмотрел, что означает вообще в Израиле ранние и поздние дожди. И вот что я увидел. Ранние дожди, они идут в Израиле осенью, когда все посажено и когда нужно дать жизнь тому, что посажено. Поздние дожди – это весенние дожди, когда уже все выросло, когда уже все плодоносит, и тому, что уже есть, нужно дать силу, чтобы плоды набрали соки, чтобы они стали сильными, чтобы они были вкусными, чтобы они стали теми, кеми должны быть. Итак, ранние дожди для того, чтобы дать жизнь, когда все приготовлено. Я верю, что это время Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на эту землю, когда было посеяно семя по имени Иисус Христос. И Дух Святой сошел на эту землю, чтобы многие-многие-многие ростки взошли. И вот уже две тысячи лет более того, как эти ростки всходят и всходят, и всходят, и всходят, и жатва созревает, и жатва растет, и церковь преображается, и церковь становится мудрее, сильнее. Бог снаряжает свой народ. И мы в преддверии того времени, когда и зальются на эту землю, поздние дожди. Дожди на церковь свою, которая уже есть. Дожди на тех, которые уже созрели, чтобы дать им силу, чтобы сделать их способными исполнять волю Божью по-настоящему, по-взрослому. Дорогие, мы в ожидании этого последнего дождя, который сойдет в виде Духа Святого особенным образом, чтобы сделать нас сильными, чтобы сделать нас непоколебимыми. Будет излияние силы Божьей. И мы сможем сделать то, для чего мы предназначены. Дорогие, это время, когда мы ожидаем, что невероятные чудеса и знамения наполнят эту землю. Я не смогу сейчас сказать все, что хотелось бы, но я хочу сказать, что мы на самом деле приближаемся к невероятному времени в истории всего человечества, где Дух Божий будет водить каждого из нас, кто предоставил себя для Иисуса Христа. Каждый, написано, будет сиять, как звезда на небе в темное время. Каждый будет Вадим, Богом. Будем Вадим, Духом Святым, сверхъестественно. Я думаю, что представителями этого особенного народа последнего времени являются эти две маслины, эти два пророка, о которых говорит книга Откровения. С ними никто ничего не сможет сделать. Они будут говорить правду, они будут обличать этот мир. Они единственные, кто будут показывать на Антихриста и говорить, это Антихрист, это ложь. Он побуждает вас к греху, он заставляет вас быть Богопротивниками. Не принимайте печать, которую он предлагает вам принять на лоб или на руку. Они единственные, они представители народа Божьего. Весь мир будет хлопать в ладоши, кричать «Асана», кричать «Молодец!» Это настоящий Бог. Кто бы мог сделать такое? Кто бы мог так исцелять? Кто бы мог так просто давать обеспечение, финансы, решать проблемы? Кто бы мог принести такой мир на эту землю, которую мы имеем? Только Церковь Божья с открытыми глазами будет смотреть на все это и проповедовать. Каждый человек будет на вес золота в руках Божьих. Каждый будет как сокровище в руках Божьих, потому что Бог будет использовать каждого из нас удивительным образом. Особенное помазание будет, особенное водительство Духа Святого. Я помню, как пастыря наши рассказывали, что в то время, когда советское время, когда гнали тогда Церковь, и они вынуждены были прятаться и понимали, что в их собрании скорее всего находится кто-то, кто такой подставной, подосланный органами, чтобы потом разоблачать верующих. И они понимают, что есть кто-то подставной, такой ненастоящий христианин. Они заканчивали собрание и говорили, а где в следующий раз мы встретимся, об этом вам скажет Дух Святой. Уже тогда была эта способность, это невероятное водительство Святого Духа на тех, кто проходил это время гонений. Я верю, что мы приближаемся к последнему времени в истории грешного человечества, когда Дух Божий сойдет, как поздний дождь, чтобы укрепить каждого, чтобы дары каждого начали проявляться сверхъестественным образом. Мы будем видеть серьезные гонения на Церковь. Писание говорит, что мы будем ненавидимы всеми народами, всеми людьми на этой земле. Мы будем, простите, как кость в горле. Всем так хорошо, всем так хочется порадоваться этому избытку, изобилию, миру такому видимому. Какая разница, грех это или не грех? Какая разница, кому там поклониться? Главное, что все так хорошо, главное, что мы все вместе, у нас так много еды, мы можем праздновать, веселиться, это главное. Какая разница, кому мы там поклонимся? Этот мир будет под самым жестоким и страшным обольщением Антихриста. Аллилуйя! Дорогие, сегодня то время, чтобы приготовить свои сердца, для того, чтобы Бог нас мог использовать. Сегодня время, церкви последних дней, чтобы быть снаряженными, чтобы быть подготовленными. Апостол Петр говорит, что если все так будет гореть здесь, если все будет трещать по швам на этой земле, то какими должно быть нам, ожидающим, желающим пришествия Господня, ожидающим и жаждущим этого дня, церковь последнего времени, будет говорить вместе с Духом Святым, гряди. Господи, гряди. Такой, какой Ты есть, гряди. Церковь последнего времени не будет бояться того, что будет происходить. Они будут знать, что все происходит по воле Божьей. Они не будут делить на добро и на зло. Они будут жаждать Бога. Они будут просить, гряди, Господи. Гряди, Господи. Ты тот, который есть. Ты определяешь, чему быть, чему не быть. Ты владыка неба и земли. Гряди, Господи. Суди. Это царство Антихриста. Суди, Господь, эти народы. Яви Твою славу на эту землю. Дух и невеста взывают. Гряди. Сегодня наше время, дорогие, чтобы оценить ситуацию правильно, чтобы принять Бога таким, какой Он есть, сущий, чтобы предоставить свою жизнь Ему и признать Его господство над нашими судьбами и чтобы быть готовыми исполнять Его волю в то время, в то удивительное, потрясающее время, в которое Бог дал нам привилегию жить с вами и исполнять Его волю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова